всем привет мы по-прежнему находимся на гавайях и не перестаем удивляться необычайной красоте природы здесь на большом острове но если бы меня кто-то попросил сказать какое самое красивое место я для себя здесь нашла то пожалуй это будет ботанический сад мы туда сейчас и направимся добро пожаловать в рай именно так начинаются многие рекламные буклеты которые рассказывают о гавайях и реально это очень фантастическое ощущение очутиться в феврале среди бабочек цветущих гибискусов и вообще какой-то абсолютно абсолютного такого лета и даже не хочется ни о чем говорить мы сейчас находимся в ботаническом саду и мы здесь только вдвоем на 7 акрах площади я не знаю сколько это будет квадратных километров но видимо достаточно много сейчас мы будем здесь гулять и наслаждаться жизнью это грейпфрутовое дерево еще есть мандариновые апельсиновые деревья и так классно поднять фрукт с земли и заточить его в таком в полном мире и согласие фантастика не знаю как вы а я до приезда в канаду никогда не пробовала макадамские орехи вот вы их видите слева они в основном выращиваются на гавайях и в австралии и используются в косметике а также для производства мороженого в сша очень вкусные напоминают чем-то фундук но более насыщенный вкус очень рекомендую попробовать но в данном случае они выполняют какую-то ритуальную функцию я даже взяла книгу буддизм для чайников но пока не знаю что означает вот такие вот подношения на камнях на лабиринтах может быть вы мне напишите я буду признательна на гавайях я пришла к выводу о том что буддизм мог зародиться и практиковаться усиленно только в странах с очень мягким тропическим климатом таким как индия китай непал ну и здесь тоже буддийских храмов хватает и в общем то понятно почему а мы сейчас отправимся не вслед за уточками а в бар специально где можно попробовать традиционный гавайский напиток кава я слышала о том что там содержится какие-то галлюциногенные вещества но я пробую это впервые это кава редкостная гадость на вкус и кроме того никаких особых изменений в сознании у меня не произошло их поведение соответственно тоже знающие люди сказали что для того чтобы ощутить воздействие этого напитка нужно находиться в состоянии стресса что по определению невозможно на гавайях здесь нет никакого стресса поэтому не стоит выбрасывать 6 долларов за этот напиток а вот то что я вам рекомендую сделать это подписаться на мой канал прямо сейчас я не исчезну так как делает вот это ящерка всем до скорого пока